Меньше суток остается до старта в России чемпионата мира по футболу. Событие для России важное и не только, а порой и не столько спортивное, сколько политическое. Ну и, конечно, Москву, да и другие города заполонили толпы болельщиков. Давно в российской столице я, признаться, не видел такого количества иностранцев. Ну это же отлично. Мне, знаете, довольно интересно наблюдать отсюда, из Соединенных Штатов Америки, за всем происходящим. Прошло уже почти 40 лет после Олимпиады 80, а отношение в России к большому потоку иностранцев, оно прежнее, ну, по крайней мере, так кажется. Это такое, знаете, спецмероприятие, особый режим безопасности включен. Все зачищено. Главная цель не ударить в грязь лицом перед представителями капстран, не уронить высокое достоинство советского, российского, простите, человека. И не дай бог опозоримся. Вот это вот просто видно даже со стороны. И это при том, что Запад мы не любим, Запад источник всех бед и главный враг, но мы смотрим на него снизу вверх и очень хотим, чтобы он нас оценил по достоинству. И на самом деле готовились, правда, тщательно. И все наверняка будет на хорошем уровне, как было в Сочи в свое время. Но не обходится, конечно, без досадного мракобесия. В этом смысле вы уж простите, но как главный феминист канала, я не могу не упомянуть, совершенно дикое выступление депутата Госдумы, председателя комитета по делам семьи, кажется, Тамары Плетневой. Вот она сегодня призвала девушек не вступать в интимную связь с иностранцами, которые заполонят российские города, особенно с представителями другой расы. Что это вообще такое? Потому что деток жалко, сказала она, которые народятся после вот этих интимных связей. Это была какая-то ужасная история, никак не связанная с современным миром. Языком интернета такой зачетный прогон, конечно, у нее был. Это при том, что, обратите внимание, нету госконтроля за идеологией. Пытаются, но нету такого, конечно, как в Советском Союзе, даже близко, потому что невозможно себе представить, что такую чушь, сказал бы депутат Верховного Совета СССР, ему просто не дали бы подойти к телекамерам, потому что все контролировалось. На самом-то деле, с точки зрения картинки, все не в пример лучше, чем в 80-м году. И правда есть, что показать, там и страна другая, и люди другие. В этот раз западники-то приезжают не в страну, загадку, какая сейчас мы ездим в тот же Пхенья, на котором уже поговорили сегодня, а в понятную капиталистическую страну. То есть, со спецификой, конечно, но отели сетевые те же, рестораны те же, во многом правила те же. И, кстати, хорошо, что нет государственной задачи победить или умереть, добыть золото любой ценой. Все довольно реалистично здесь оценивают шансы российской сборной, что она, конечно, вряд ли выйдет из группы. Ну и, по крайней мере, от химеры победы или смерти сбавилась. Вот что значит закончился социализм. Еще знаете, что интересно, что есть ощущение, что России все-таки удалось хотя бы на время чемпионата частично прорвать тот дипломатический заслон, который появился после 2014 года, после известных событий в Крыму, и который пытались выставить и в канун чемпионата мира. Мы очень хорошо помним, что очень многие предлагали его бойкотировать, предлагали его отменить, есть большая правозащитная кампания среди европейских и американских правозащитных организаций, ну или, по крайней мере, чтобы на чемпионат не ездили на уровне глав государств. Да, несомненно, на церемонии открытия завтра, в четверг, никого из представителей руководства западных стран не будет. Там будут представлены руководители около 15 государств, в частности, Таджикистана, Казахстана, почти никем не признанных Южной Осетии, Абхазии и так далее, и так далее. Но одновременно с этим сообщается, что пусть не на церемонию открытия, но на игру своей сборной Германии приедет, судя по всему, Ангела Меркель. И не исключено, особенно если у команд будут успехи по ходу турнира, то будут приезжать и другие руководители европейских стран. Опять, коллеги, двойные стандарты европейские. И американские, кстати, тоже, как мы видели в случае с «Русалом», и европейские, как мы видели в случае с «Северным потоком-2». При «Абами» такого не было, не было такого при «Абами». Может, при «Хиллари» бы не было бы. Может, это не двойные стандарты, а здравый смысл, коллеги, а? Ну, слушайте, мы видим, что сотрудничать хотят все, Алексей, я сознательно игнорирую твой троллинг по поводу «Обамы» и «Хиллари». И, конечно, мы не будем сейчас это обсуждать, что было бы при «Обаме». Сложно, конечно, представить. Так вот, сотрудничать хотят все коллеги. Трамп хочет сотрудничать, очевидно. Очень хочет, просто ему не дают. С Россией я имею в виду. Путин хочет, очевидно, сотрудничать. Меркель, которая приедет, хочет сотрудничать. Даже Ким хочет сотрудничать, несмотря на имидж такого закрытого воинственного лидера. Есть только ряд препятствий, которые сами же политики себе выстроили и сейчас пытаются их как-то преодолеть. Одновременно есть ощущение, что если Москва пойдет на уступки, если Москва допустит, к примеру, переброску голубых касок ООН, миротворцев ООН на границу с Украиной, то Запад все простит, потому что все уже устали от этих санкций, контрсанкций, от этих войн и так далее. Но если Россия не пойдет, то сложно, конечно, прогнозировать. Ладно, давайте верить в спорт, мир и добро, друзья. Ну, раз спорт, мир и добро, раз ты не даешь нам порассуждать на серьезные темы, давайте тогда сделаем прогноз, ставки. Значит, завтра Россия играет в Саудовской Аравии. Я считаю, будет 2-0. В чью пользу? В чью пользу? В пользу одной из сторон. Не скажу. Российский МИД сейчас слушает и аплодирует. 2-0 будет. Я думаю, что российская сборная выиграет со счетом 1-0. Так вот, мне кажется. Я думаю, почему-то тоже. Может быть, я невеликий специалист по футболу, хотя я люблю футбол. Мне кажется, что завтра Россия все-таки победит, но посмотрим. Победит. Играйте в футбол, как сказал бы Василий Уткин, если бы он вел этот неусток, а не промыли. Но поскольку его нету. К сожалению, как и Обама. Да, как и Обама. И Ахиллари еще не приехала, так что будем ждать. Субтитры создавал DimaTorzok